А у нас во дворе прошел чудесный праздник. С таких слов начала свое текстовое приложение к видеописьму Надежда Смирнова, жительница дома номер 14, что на Петровском проезде, рассказав о том, как в гости к ребятам приехал известный уже всем видновчанам клоун Алекс. Раз, два, три! При помощи простых предметов, мыльных пузырей, цветных мелков, канатной веревки клоун Алекс вовлекал в игру ребят разных возрастов, их родителей и даже бабушек. С такой программой он приезжает в разные дворы Видного каждый выходной. Есть двор, который мне очень нравится, улица Строительная 10. Это такой классический старый подмосковный дворик. Я его очень люблю. А есть клубная семья, это современный двор. Я его тоже люблю. И объединяет всех жителей это желание встречаться. Мы не всегда можем встретиться. А есть повод, пришел клоун, да здравствуйте, а давайте поиграем. Вот так и живет играючи уже почти 30 лет. Хотя в жизни, говорит наш герой, он совсем другой. А в жизни я скучный и интересный человек, ворчливый, да, вот так вот. А когда я выхожу на площадку, когда я вижу, а когда одеваю костюм, грим, и когда вижу детей, взрослых, все. У меня там внутри сама по себе включается такая кнопочка, все. Та же кнопочка включается и тогда, когда добрый клоун приходит к ребятам в отделение соматики. Ну вообще совсем, ну как ухо, о, нормально здесь, о, нормально все. С февраля месяца каждую среду теперь уже доктор-клоун приходит к маленьким пациентам. Ведь когда человек лежит в больнице, да, ребенок, он видит вот эти белые стены, капельницы врача. Да, допустим, мы приходим с артистами, когда артист показывает фокусы, когда артист крутит мячик, когда, допустим, играет на гитаре, это уже совсем другое. И получается, что не только один клоун, а клоун со своими друзьями. И мы лечимся искусством, искусством смехотерапии, искусством цирка. Он уверен, смехом можно вылечить. А потому свой проект реализует не только в больнице, но и на различных праздниках и акциях. А благодаря отзывчивости горожан наш веселый клоун приходит к детям с мешками полными подарков. Это здорово, когда, понимаете, когда простая бабушка там, вот стою в очереди, вот, Алекс, вот-вот, вот на тебе 50 рублей, я знаю, это пойдет для детей. В этом году Александр Синица собирается отправить на суд жюри губернаторской премии нашей Подмосковья свой проект «Доктор Клоун». Заметят ли его? Пока неизвестно. Но самые главные судьи и дети свою высокую оценку этому проекту уже поставили. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.